А мы продолжаем КОНЕЦ КОНЕЦ Дрессировщица самоедов Татьяна Рубцова Спасибо Еще раз добрый вечер, дорогие друзья Четвертый раз церемония открытия Проходит на манеже Легендарного старого московского цирка На Цветном бульваре Носящим имя выдающегося клоуна и актера Юрия Владимировича Никулина На этом манеже выступали выдающиеся клоуны Карандаш, Никулин, Попов, Дуров Выдающийся борец Поддубный На этом манеже происходит церемония вручения Национальной ветеринарной премии Золотой скальпель На этом манеже впервые произойдет вручение Новой премии Золотой стетоскоп Стоп! Мы забегаем вперед Прежде чем перейти к вручению Золотого скальпеля Мы бы хотели поговорить о династиях О ветеринарных династиях Приемственность поколений Это важно В сегодняшнем торжестве Принимают участие представители династии Непоклоновых, Митиных, Ткачевых-Кузьминых Спириных, Подоляновых, Буяновых, Середа Каспарьянц и многих-многих других Сегодняшний ведущий Сергей Середа Трудовой стаж династии 372 года На протяжении последних 90 лет 12 врачей Оберегают человечество И спасают людей Трудовой стаж Семейства Спириных 564 года Вот где история государства российского Знания, умения, опыт Передаются от поколения к поколению Благодаря таким династиям Закладывается мощь нашего государства Сергей Владимирович Пора приступать к награждению Ассоциацией Учреждена новая награда Золотой стетоскоп Автор этой награды Молодой скульптор Ученик в мастерской Академика Ученик Академика Александра Ружковичникова Алексей Дмитриев Леша Покажи Аплодисменты Раз уж мы заговорили о скульпторах и художниках Я хочу поприветствовать Андрея Навича Автора золотого скальпеля Андрей, ты где-то здесь И главного художника конгресса Сергея Львовича Ладина Ему исполнилось вчера 65 лет Я не знаю, где ты Аплодисменты С 1994 года мы сотрудничаем с компанией Марс Неоценимый вклад в развитие после дипломного ветеринарного образования внесла эта компания Мы совместно организовали тысячи семинаров, конференций, конгрессов Развивали такие направления, как дерматология, стоматология, хирургия, офтермология и так далее А вчера мы провели первую всероссийскую стоматологическую конференцию Благодаря компании Марс наши врачи могли знакомиться с ветеринарией, с последними достижениями Европы и мира Прошу на манеж регионального президента Аплодисменты 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 Забудьте для зубов подарить этой собачке. Дентал стикс! Дентал стикс – лучшая история. Требуйте дентал стикс у компании Марс бесплатно. Спасибо большое. Уважаемые гости, участники. Я бы от имени компании Марс хотел сказать, что для нас огромная честь получить награду именно в этой номинации. Потому что мы твердо уверены, что каждый уважающий себя врач в России считает постдипломное образование неотъемливой частью своего профессионального роста. Я хочу вас уверить, что компания Марс, все марсиане будут продолжать вкладываться в это всей душой и всем сердцем и всеми ресурсами, которые у нас есть. Только потому, что мы с вами все вместе верим в одну простую вещь. Наши питомцы делают нашу жизнь лучше. И мы, люди, должны ответить им тем же. Спасибо. Спасибо. Следующая наша награда – медаль имени Владимира Никифоровича Митина. За вклад в развитие клинической ветеринарной медицины была учреждена Ассоциацией практикующих ветеринарных врачей в 2008 году. 9 лет назад не стало замечательного ветеринарного врача, доктора ветеринарных наук, практикующего ветеринарного врача, выдающегося популяризатора профессии ветеринарного врача Владимира Никифоровича Митина. Первое награждение состоялось в 2010 году. Сегодня эта медаль вручается доктору ветеринарных наук, профессору, основателю сети ветеринарных клиник ВИТО город Ростова и Ростовской области, а одному из основателей кафедры биологии и общей патологии Донского технического университета Сергею Николаевичу Карташову. Профессор постоянно учится, он участник ведущих российских семинаров и конгрессов, не только как слушатель, но и как докладчик. И самое главное, он практикующий ветеринарный врач. Награду вручает сын Владимира Никифоровича, Митин Владимир Никифорович, трудовой стаж династии Митинах, более 130 лет. Владимир Владимирович, где вы? Владимир Владимирович, Сергей Владимирович, безусловно, для меня это великая честь. Это действительно очень серьезная награда, я принимаю ее близко к сердцу. И, в общем-то, Сергей Владимирович, мне всегда радостно, когда вы приезжаете к нам на Донскую землю. Нам всегда безумно радостно, когда вы говорите, надо же здесь есть ветеринарная мысль, не только в Москве. А наши врачи, когда вы посещаете наши клиники, они это тычут пальцем, это что, правда, середа? Это не оптический обман зрения. Ну, а мне, конечно, я, безусловно, счастлив, что наша работа, общая работа всего нашего коллектива, нашего института оценена по достоинству. Это награда, естественно, не только моя, но и всего нашего коллектива. Спасибо большое. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей вручает свои награды не только ветеринарным специалистам, и одним из таких людей является медицинский доктор. Человек, который внес неоценимый вклад в развитие медицины человека. Решением Совета Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, медалью за трудовую доблесть награждается профессор, главный детский хирург города Москвы, заведующий кафедрой детской хирургии Медицинского университета Пирогова Разумовский Александр Юрьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Получить тяжело, снять невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ Орден ветеринарный крест был учрежден Ассоциацией практикующих ветеринарных врачей за заслуги в области ветеринарии. Первое награждение состоялось 21 апреля 2012 года. В 1990 году Московский Международный ветеринарный конгресс посетил молодой ветеринарный врач Сальской районной ветеринарной станции. Он подошел к Сергею Владимировичу и сказал, давайте мы будем проводить такие же мероприятия в Ростове-на-Дону. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы тебя поддержим, ответил я. Молодой человек уехал. Я забыл об этом. А он не забыл. И я тут же вспоминаю анекдот про Павлова. Помните? В детстве академика Павлова укусила собака и забыла об этом. А он не забыл. АПЛОДИСМЕНТЫ На следующий год была создана Северо-Кавказская ассоциация практикующих ветеринарных врачей и Ростова-на-Дону. В Ростове-на-Дону стали проводиться последипломные ветеринарные конференции. Время шло. Молодой человек защитил кандидатскую диссертацию и продолжал тему последипломного образования. Впервые в поселок Персиана в Коростовской области приехали американские профессора. Заработала программа «Приглашенный лектор» в Донском агроуниверситете. В 2006 году доктор создал ветеринарную клинику. На базе этой клиники организовал клиническую кафедру Донского агроуниверситета. В 1999 году был награжден высшей общественной наградой ветеринарии «Золотой скальпель». В 2008 году была защищена докторская диссертация. В 2011 году награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Сейчас молодой профессор захвачен идеей создания факультета ветеринарной медицины на базе Донского технического университета, где обучается более 50 тысяч студентов. Вы скажете, это утопия? А мы верим, что у него это получится. Орденом «Ветеринарный крест» общественной наградой Ассоциации практикующих ветеринарных врачей награждается Ермаков Алексей Михайлович, профессор на Манеж, город Ростов-на-Дону. Спасибо большое, Сергей Владимирович. В первую очередь я бы хотел передать привет моей жене, которая сказала, что речь можешь не готовить, тебя все равно в этом году не наградят. Спасибо. И так как у меня мыслей особых нет, скажу, что думаю. Конечно, за 25 лет мы все очень много изменили. Изменилась наша профессия и Ассоциация сделала очень много, чтобы наша профессия изменилась в глазах окружающих. Ассоциация защищала права ветврачей, меняла ветеринарное образование, сделала очень много. Но я считаю, что самое большое, что сделала Ассоциация и лично Сергей Владимирович, это то, что они заставили нас измениться. И мы сами теперь смотрим на себя другими глазами. Спасибо вам большое. Спасибо. Подарок от компании вас. И цветы от наших друзей. А, слушай, Сергей, мне кажется, все-таки итальянцы – талантливые люди и трудолюбивый народ. Да. Надо отдать им должное. Сикстинская капелла, Мадонна, Рафаэль. Да. И цирк-то по-большому в Россию привезли итальянцы. Преуспели они во многом. Развитие последипломного ветеринарного образования в России. Искусство диетологии и кормления. Защита прав животных. Вот в чем знает долг Александра Занелли. Вива Италия! Решением Совета Ассоциаций практикующих врачей Александра Занелли награждается медаль за трудовую доблесть. Будьте добры, вы потом переведите, что эта награда приравняется к награде за отвагу. Буна свея. Буна свея. Буна свея. Буна свея. Огромное спасибо за эту награду, это большая честь для меня. Как вы знаете, в Пурино мы твердо верим, что людям и животным гораздо лучше, когда они вместе, и мы видим свою роль превыше коммерческой роли в обществе, мы четко осознаем свою роль в обществе. И мы взяли на себя такое важное социальное обязательство, которое посвящено поиску домов, хозяев для бездомных животных, и мы очень много делаем это. И, кстати, сегодня была очередная выставка бездомных животных, и мы помогли 18 собакам найти своих хозяев. Мы также вносим огромный вклад в подготовку ветеринарных врачей, сотрудничаем много с Московской ветеринарной академией, и для меня это огромная честь получить эту награду. С вас причитается!